До 10 августа на сайте Минздрава для обсуждения размещен проект постановления, который называется «Единая государственная система обучения населения методом оказания первой помощи». Подробности нового документа и его значения обсудим с нашей гостьей Ольгой Маршалко, начальником управления кадровой политики учреждения образования Минздрава. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Оль, ну скажите, пожалуйста, вот рядовому белорусу кажется, у нас же каждый считает, что он профессор в области воспитания детей, особенно медицины, да, что он все знает, как лечить, чего. Первой помощью учат всю жизнь, но вот все-таки, как обстоят дела вот с этой самой подготовкой? У вас же, наверное, есть статистика, как это происходит? Вот как люди думают, это одна история о себе, а вот как вы считаете? Ну, начнем с того, что первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на спасение жизни человека при ситуациях чрезвычайных, либо иных состояниях, которые угрожают жизни и состоянию здоровья человека. Безусловно, умение оказывать помощь, первую помощь, является элементарным навыком, вместе с тем навыком, который при экстренных ситуациях сможет спасти чью-то жизнь. И, безусловно, система подготовки первой помощи, методом оказания первой помощи в нашей стране существует, но она существует в рамках подготовки специалистов по определенным профессиям и направлениям специальностей. В настоящее время Министерством здравоохранения разработано постановление, благодаря которому население нашей страны, любой человек сможет обучиться тем методам первой помощи, которые при определенных обстоятельствах спасут чью-то жизнь. Ну вот я ловлю себе сейчас та мысль, вот станет, например, Денису плохо, я ему укол не сделаю. Здесь речь не идет об уколе, здесь речь идет о десяти базовых навыках, которыми должен владеть каждый человек. Вкусное дыхание, массаж сердца, наложить шину, состояние при переломах, кровотечения, обмороки, обморожения. А обморок это нашатырь в носик, сватку, в кино я видела. По щекам еще отхлестали. Утопление, перегрев, ожоги. И еще состояние, при которых идет закупоривание дыхательных путей, пищей, либо иными инородными телами. А это если вдруг дети, какой-нибудь карамельку, шарик бывает? Безусловно, безусловно. Так вот, владение этих навыков позволит снизить смертность и инвалидность, которая возникает вследствие неправильного оказания или несвоевременного оказания первой помощи. А это прям происходят эти летальные, да, исходы? Ну, такие ситуации безусловно. На улице у человека что-то случилось, врача нет. Вот, пожалуйста. То есть это помощь, которая оказывается до приезда медицинского работника. Ну, скажите, вот, да, задавай, пожалуйста, свой вопрос. Пожалуйста, что нам даст вот эта единая система обучения навыкам первой помощи? Она позволит охватить массово население страны и позволит обучить их именно этим навыкам, что в свое время позволит нам снизить смертность и инвалидность, которая возникает в результате несвоевременного оказания этой помощи. Обучение будет проходить в учебно-тренировочных центрах, которые будут организовываться в учреждениях здравоохранения и учреждениях образования, осуществляющих подготовку специалистов. Я думала, это будет лагерь оздоровительных служб на три дня, да? А, конечно. Да. В настоящее время мы разрабатываем эти программы. Программы будут абсолютно доступными. Осуществлять подготовку смогут лица, имеющие среднее специальное медицинское образование и высшее медицинское образование. Количества этих специалистов в нашей стране достаточно. Конечно. Поэтому я думаю, что... Скажите, а вот кто будет проводить обучение? То есть как это будет вот... Что, значит, допустим, вот телевидение. Вот у нас работает огромное количество... Возьмем наш завод, да, наш медиахолдинг. Я считаю, что это огромный завод по производству хорошего настроения, да? И точной информации. Вот как это будет происходить? К нам кто-то приедет, или мы должны куда-то прийти, вот, сдать какой-то экзамен, или вот как вы узнаете, что я это умею? Ну, во-первых, ты сама в этом заинтересована. А, вот. Все-таки, что нас же надо притащить, понимаете? Люди же говорят, когда мне, да знаю я, как там все. Вот есть момент. То есть здесь любые варианты обращения в учреждения здравоохранения, либо в учреждения образования. Вы знаете, у нас в настоящее время развиваются очень широко симуляционные аттестационные центры, где используется симуляционное оборудование, с помощью которого можно отработать навыки не только профессионалам в своей отрасли, но и любому гражданину нашей страны. Скажите, а вот как-то обсуждали это, так сказать, с людьми, вот, предложения какие-то, обычно, знаете, говорят, вот, надо обсудить, а что люди? Да, проект же на стадии обсуждения находится. Да, безусловно, он сейчас находится в стадии обсуждения, он согласован со всеми заинтересованными ведомствами, нашел положительный отклик, и, скажем, внесение каких-то предложений от населения, либо от республиканских органов к нам не поступило. То есть он доступен, постановление это доступно, в доступной форме изложено и позволяет осуществить обучение любому человеку. Нет, важно, конечно, сегодня такое время, нельзя не быть образованным во всех сферах, и вот в этой в том числе. Особенно, что касается жизни человека. А вот куда конкретно, например, кто-то решил как-то обновить свои знания об искусственном дыхании, о массаже сердца непрямом, куда обращаться? Ну, например, вы пришли в поликлинику, мы берем элементарный уровень, амбулаторно-поликлиническое звено, куда, в принципе, больше 90% населения, АТФСИ-100, обращаются за оказанием помощи, либо за обследованием, или иными какими-то моментами. И там, да, вы сможете обратиться к своему участковому терапевту или врачу общей практики и сказать, что вы хотели бы пройти обучение этим методом. Скажите, ну не будет такого, что вот, смотрите, значит, вот вы нам сегодня здесь рассказали, вроде всем должно быть понятно, но я вам скажу, что я сталкивалась иногда с ситуацией, когда ты приходишь и говорят, послушайте, какой тут вот, знаете как, тут жизнь, тут очередь, тут вот что-то закрыто, тут не работает, тут не до того, не потому что кто-то виноват, а потому что там реальная жизнь, реальные пациенты, какое обучение, то есть не будет такой реакции. Это же первые, первые самые шаги, которые помогают, это потом уже приходят врачи, и несколько минут, у тебя есть несколько минут, чтобы помочь человеку. Ты что, начальник кадрового обеспечения Министерства здравоохранения? Оля, подождите, сейчас один, у нас уже нет времени, нам говорят, но все-таки один ответ, и мы вас отправляем. На самом деле, в любом учреждении амбулаторно-поликлиническом есть отделение профилактики, где есть врач-малиолог, который по сути своей специальности, по должностным обязанностям обязан. Это и есть его работа? Да, это и есть его работа, поэтому безболезненно вы сможете... Спасибо, спасибо огромное, еще раз хочется вас представить. Ольга Маршалко, начальник управления кадровой политики учреждения образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь, была нашей гостьей, так что, друзья, давайте будем образованными, и тогда, и правда, многие жизни будут спасены, это совершенно не шутка.